Добрый день, дорогие друзья! Хочу показать вам новую коллекцию магазина Кюхленд Хоум. Она посвящена пасхальной тематике. В ней очень много вот такой ландышевой темы. Она и в посуде присутствует, и в предметах интерьера, и много в этой коллекции анималистики. Все очень нежное, все очень красиво сочетается. Посуда белых оттенков, нейтральных оттенков, бежевых. Замечательные вот такие зайчики присутствуют в этой коллекции, которые можно использовать и как бутонницы, и как кашпо, и как украшение для стола. Посуда и стеклянная, и фарфоровая. Много нежных цветовых таких оттенков весенних, которые сочетаются очень интересно на одном столе. Здесь вы видите и фарфор, и стекло, вот курочки различные, которые являются символом богатства в доме. Кашпо в виде голов, зайцев, курочки опять, как солонки, курочки, как украшение стола, салфетницы различные. Очень интересно сочетание дизайнера использовали вот этой анималистической тематики, и достаточно такой футуристичной. Ну, цены разные, вы видите, на эти предметы. Достаточно высокая цена на некоторые бокалы, может быть, если они идут в коллекции, но, тем не менее, эти бокальчики, например, сделаны очень нежно. Замечательный костюм для женщины, женщина-пчелка на кухне, и вот фарточек и рукавички для нее сделали как раз в этой теме. Различные заварочники с птичками. Очень понравилась мне стеклянная коллекция посуды, бокалов со скошенным верхом. Не знаю, насколько удобно из нее пить, но, тем не менее, выглядит она очень красиво. И другая коллекция стекла, такая, как подтавившие льдинки, тоже очень мне понравилась. Смотрится очень нежно и изысканно. Есть, например, некоторые вазы, самовары в стилистике 50-х годов прошлого века. Ну, достаточно много эклектики. Вот, например, с анималистикой вы видите голову Геракла, различные такие украшения для стола, немного даже детские, но детская тема в Кюхлэнд Хоум также представлена. Очень понравились мне различные вазы, которые можно между собой сочетать, комбинировать. Конфетницы, сахарницы, с пчелками, со стрекозами. Выглядит очень изысканно. Я бы с удовольствием какую-нибудь такую вот, например, сахарницу для себя приобрела. Ну, нужно, конечно, подумать и выбрать, чтобы все это между собой сочеталось. Такие ароматницы для свечей очень интересные в виде бутончиков и сервиз с темой ирисов, которые совсем скоро уже начнут цвести. Некоторые предметы выполнены из металла, но напоминают нам о серебре. Выглядит очень достойно. Например, вот такой вот круэт. А здесь дизайнеры в магазин постарались, очень интересные сервировки создали с различными предметами. Понравилась мне также ваза, вот такие в виде женского бюста. Тут брутальная тематика, представленная серебряной коней. Очень интересный туалетный столик. Он создает, придает объема за счет зеркальной поверхности. Очень красивая птица на нем. Также тема птицы и есть в предметах интерьера различных. Вот такие вазы интересные. Вообще, конечно, искусство в деталях. Вот эти небольшие детали придают дому какой-то уют и даже сказочность, весеннее настроение и создают быт, доводят до уровня искусства. Такие салфетки, например, я думаю, что они сделаны, наверное, на машинке, но тем не менее очень похоже, что вручную. Очень изысканно смотрится на сервировках. Вот такая красивая ваза. Это сочетание темного стекла и темного цвета пластмассы с молочным и белым смотрится замечательно. Обратила свое внимание на эти салфетки с бисером. Смотрится очень нарядно, торжественно украсит любой праздничный стол, тем более пасхальный. Очень уж они мне понравились, но я думаю, не одной мне. тема климта опять в различных деталях подушках, салфетках. Ну и мой взгляд все притягивает эти переливающиеся и сверкающие салфетки, вышитые бисером. А это такая конфетница в старинном стиле с замечательным этим бутончиком ландыша. и ландыши везде повсюду. Опять простая, но очень изысканная сервировка, которая создает приятное очень настроение. салфетки. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...